В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Появился новый способ использовать материнский капитал. Теперь им можно оплатить услуги частных детских садов. Советы родителям, как помочь ребенку пережить период адаптации к школе. Творческое лето. Пушкинка запустила новый конкурс. Далее расскажем обо всем подробно. Средства материнского капитала разрешили использовать для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ уже одобрен Государственной Думой. Председатель парламента Вячеслав Волотин отметил, что закон направлен на развитие доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, пояснил Володин. На оплату яслей или детского сада маткапитал можно направить сразу после получения сертификата. Меньше месяца осталось до 1 сентября. Этого дня с волнением ждут и дети, и родители. Особенно много переживаний сейчас у будущих первоклассников, их пап и мам. Как настроить своего малыша на учебу и настроиться самим, расскажем далее. Прогулки с друзьями, спортивные игры, поездки за город. Жизнь 7-летней Мирославы летом наполнена приключениями. Но самое важное событие у нее впереди. Чуть больше, чем через три недели, девочка примеряет на себя новый статус – станет первоклассницей. Я жду от школы много друзей и красиво писать научиться. Начало новой школьной эпохи – волнительное событие не только для ребенка. Родители будущих первоклассников переживают не меньше. От настроя мамы и папы во многом зависит адаптация малыша к новым условиям. Надо объяснить ему, что в школе рядом с ним будут такие же дети, как и в детском саду. Можно заранее, еще до начала учебы, познакомиться с кем-то из будущих одноклассников. И тогда, на 1 сентября, в толпе ребенок с радостью увидит знакомое лицо. Рассказать, как сама мама, как мы в детстве учились, про маму, про себя. Что-то интересное, какие-то веселые. То есть не возлагать сразу каких-то ожиданий. И, конечно, не готовить к тому, что это прям труд. В первом классе нет оценок, но некоторые учителя вводят систему поощрений. Например, раздают наклейки за правильные ответы. Тем не менее, надо быть готовым к тому, что уже во втором полугодии вы увидите в тетради ребенка ошибки, исправленные красной ручкой. Ребенок сделает в одном диктанте 10 ошибок. Он получит 2. Он начнет подготовку и работает над собой. Выучит русский язык. Придет на следующий диктант и сделает 5 ошибок. Он все равно получит 2. Вот, к сожалению, в нашей школе это так. Родителям в этом случае психолог советует вообще не обращать внимания на оценку, а похвалить малыша, что он поработал над собой и сделал гораздо меньше ошибок. Школа – это всего лишь часть жизни, очередной этап. Помочь его пройти безболезненно может любовь и поддержка родителей. К школе свое отношение прежде всего надо менять, что если мой ребенок получает какие-то оценки в школе, такие, которые я ожидала у других, мой ребенок все равно окей. Я окей от того, что мой ребенок троечник, например. Я от этого хуже не делаюсь. Мне от этого не стыдно, не чувство вины, ни жарко, ни холодно. Встречая ребенка после школы, в первую очередь спросите его не про оценки, поинтересуйтесь, как прошел его день, что он нового узнал и с кем подружился. Будьте спокойны и расслаблены, тогда и вашего первоклассника отпустят напряжение, ему будет легче учиться и привыкать к переменам в жизни. Минюз предложил отменить уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Сейчас за это грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до полугода. Как поясняют авторы законопроекта, предприниматели могут понести ответственность за такое нарушение в рамках статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ведомстве считают, что изменения позволят улучшить деловой климат и снизить риски необоснованного уголовного преследования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За нарушение пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 01 или 112. Число ДТП с электросамокатами в России за полгода увеличилось почти втрое. Такие данные опубликовала МВД России. За шесть месяцев произошло 370 подобных ДТП, сведения о которых внесены в официальную статистическую информацию. В них погибло шесть человек, 382 получили ранения. Самым аварийным регионом стала Москва, 94 ДТП. На втором месте Петербург, 57. На третьем Краснодарский край, 26. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жаркая погода может сопровождаться потерей аппетита, плохим сном, периодическим появлением слабостей и другими неприятными ощущениями. Избежать этих последствий поможет сбалансированный рацион. Что есть в жаркую погоду, а от чего лучше отказаться? Совета диетолога в нашем следующем репортаже. Жара – не время исключать из своего рациона соль, утверждают диетологи. При высоких температурах воздуха резко увеличивается потоотделение, а потому соли и микроэлементы организм теряет в большом количестве. Но и пересаливать пищу тоже не стоит. Ежедневная норма взрослого здорового человека – 3-5 граммов, пишут специалисты. То есть не больше половины чайной ложки. Ни в коем случае нельзя отказываться от соли, тем более летом, когда, собственно, все соли у нас как раз-таки выходят из организма с потом. Я бы здесь рекомендовала, наоборот, пить минеральную воду, которая уже содержит соль. Или есть специальная вода, которая содержит в себе уже натрий и необходимые нам вещества. Важно не забывать о водном балансе. Лучший вариант в жаркую погоду – чистая питьевая вода. А вот температура ее употребления остается на ваше усмотрение, считает Анастасия Егорова. Но лучше отказаться от кипятка и ледяной воды. Многие следуют примеру, жители Китая и стран Средней Азии выпивают пару кружек горячего чая. Выступивший под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и человек ощущает долгожданную прохладу. Газированные сладкие напитки и соки лучше полностью исключить. Обязательно всегда в сумочке с собой хотя бы 0,5 бутылочку водички. Нужно иметь, чтобы восполнять жидкость. Потому что чаще всего сложно найти где-то на улице воду, когда захочется пить. А это чревато из-за высоких температур. Поэтому просто кладите себе в сумку воду, периодически пополняйте эту бутылочку и всегда на всякий случай носите с собой. В рацион нужно включить сезонные фрукты, ягоды, овощи, зелень. Они не только содержат влагу, но и компенсируют потерю витаминов и минералов. Дают возможность получить антиоксиданты с целью улучшения иммунитета. Также важно в жаркую погоду не переедать, есть по голоду, прислушиваясь к своему организму. Величайшее сражение, которое определило ход нашей истории. Судьба государства решалась у села Молоди, недалеко от Москвы. Крымский ханди в Летгири при поддержке османов рассчитывал захватить Русь. На 120-тысячную армию разгромили 30 тысяч русских воинов. На месте битвы прошел фестиваль исторической реконструкции, в котором принял участие сыровчанин Василий Киселев. Одно из величайших сражений в истории нашего государства. Ученые его ставят в один ряд с такими выдающимися победами, как Ледовое побоище, Куликовское и Полтавские битвы. В поселке Песоченке городского округа Чехова отметили 450-летие Молодинской битвы. В честь одного из главных сражений в истории Руси провели иммерсивный фестиваль «Гуляй город». 450 лет назад как раз крымский хан Девлет Гирей решил Русь полностью покорить. Тогда уже Московское царство. И явился с 120-тысячной армией. Причем не просто сам, но и при поддержке турецкого султана. Он пришел уже не просто грабить, как обычно это вот татар бывало, но уже захватить, скажем так, города, захватить Москву и посадить уже своих наместников. В бою сошлись русские войска и армия крымского хана Девлета Первого Гирея, которая значительно превосходила русских в численности. Но, несмотря на это, в итоге понесла большие потери и была вынуждена бежать. Благодаря этой победе московскому государству удалось на 20 лет прекратить набеги на свои земли. Напряженные бои шли в течение пяти дней. Русским воинам удалось победить во многом благодаря использованию полевых укреплений «Гуляй город». В реконструкции участвуют как кавалерия, так и пехота. Ну и, понятное дело, работают пиротехники, которые работают от души, взрывы, грохот стоял совершенно страшный. За всем этим в этот раз наблюдало аж на 42 тысячи человек, потому что фестиваль юбилейный, 450 лет, достаточно круглая дата. Наконец, про эту самую битву у нас начали вспоминать по-настоящему и говорить на самом высоком уровне. Для Саровского клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Армир» участие в фестивале было особым. Это крупнейшая реконструкция, в которой организации приходилось участвовать за всю историю объединения. К подготовке подошли ответственные, почистили оружие, приготовили формы стрельцов, а за боевым духом отправились на поле сражения. Ну это совершенно потрясающе, потому что это самый крупный в России фестиваль, посвященный временам Ивана Грозного. То есть очень большое количество участников, экшен на поле совершенно потрясающий. То есть такой динамики, такого, скажем так, накала, в общем-то, я даже не припоминаю. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». С ее помощью наша редакция хочет помочь обитателям приюта Мурдом обрести любящую семью. Героиней этого выпуска стала Веслауха Айюки. Купить породистое животное без паспортов и генетических анализов, а затем в погоне за наживой свести его по объявлению. Жертв вот таких разведенцев немало и среди собак, и среди кошек. В том числе от любителей халявы пострадала и Веслауха Айюки. Полгода назад кошка попала к волонтерам Мурдома, больная и изнеможденная. Это очень распространенное заболевание у Айюки, связанное с суставами. Вот эти вот наросты, как можно заметить, это значительно осложняет ей жизнь, это больно. Мы даем ей витамины, чтобы как-то это облегчить, но, к сожалению, это неизлечимо. Остеохондродисплазия шотландских Веслаухих кошек – самое частое заболевание среди этих пород. Ген, отвечающий за мутацию ушей, распространяется не только на ушные раковины. Он затрагивает все суставы в организме. Тяжелые пороки возникают из-за неправильно подобранных племенных особей, несущих в себе наибольшее количество мунтированных генов. А потом котят от этих животных продают по 3-5 тысяч через интернет. Если вы хотите здоровое животное, породистое, то это только в питомник, только к профессиональным заводчикам. Там делаются генетические экспертизы, которые, по большей части, все вот эти вот мутации исключают. То есть это будет здоровое, полноценное животное, никаких проблем в будущем не будет. А у людей, которые занимаются этим домом, ну как бы гарантии никто никакой не дает. Более дискомфорт – постоянные спутники жизни Юки. И лучше ей уже не будет. Но, несмотря на все невзгоды, она очень ласковая и общительная. Хотя иногда может порвить характер и дать понять, что хочет побыть одна. Юке очень нужна любящая семья, способная скрасить ее жизнь. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам Мурдома по телефону 7908-762-09-51. Библиотека имени Пушкина запустила новый конкурс «Творческое лето». Дети и взрослые могут принять участие в четырех номинациях. Идея, подсказанная книгой, за вдохновением библиотеку, коллективное творческое дело и творческий подарок библиотеке. Лето – отличное время, чтобы мечтать, вдохновляться и создавать уникальные творческие проекты. Детская библиотека имени Пушкина приглашает всех горожан и детей, и взрослых принять участие в конкурсе «Творческое лето». Конкурсные работы могут быть индивидуальными, семейными и коллективными. Приветствуется участие в творческом процессе родителей, воспитателей и педагогов. Участвовать в конкурсе могут как дети, так и взрослые. Мало того, это могут быть командные работы, семейные работы, работы, допустим, групп детских садов или каких-то дворовых объединений, каких-то клубов. Поэтому не ограничиваем участников ни в возрасте, ни в тематике, ни в формах их работ. В положении конкурса заявлено четыре темы. В номинации «Идея, подсказанная книгой» у участников есть возможность покреативить и создать иллюстрации к произведениям, поделки, букфейс или косплей. Рассказать о том, какие мероприятия в библиотеке понравились больше всего и почему, читатели могут в номинации «За вдохновением в библиотеку». Отдельный член жюри оценит групповые заявки «Коллективное творческое дело». Рассказать о каком-то своем совместном деле. Ведь летом очень много всего можно придумать. Допустим, озеленить участок или привраться в свои дворовые территории. Может быть, кто-то еще что-то придумает. Ну и еще одна номинация касается нашего юбилея. 65 лет отмечает наша библиотека в 2022 году. И номинация касается творческого подарка библиотеке. А какой это будет подарок, зависит только от вашей фантазии. Презентация, видеорассказ, поделка, рисунок или стихотворение. Творчество саровчан сотрудники библиотеки принимают до 14 августа. Более подробно с положением конкурса можно познакомиться на сайте пушкинкадефисаров.рф или в группе ВКонтакте. Награждение участников пройдет на заключительном мероприятии по итогам летней программы библиотеки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин